Шоу-звезд художественной гимнастики и Бэби Кап. Эти события прочно вошли в спортивный календарь Беларуси. Детские соревнования, приуроченные к рождественским праздникам, пройдут уже в 15-й раз. Перед началом турнира состоялась пресс-конференция, на которой побывала съемочная группа СТВ-спорт. Вот уже полтора десятка лет Бэби Кап – любимый турнир белорусов. За это время в нем приняли участие примерно 3000 юных граций. 26 декабря в столичном дворце спорта зрители ждет еще один праздник. Своим мастерством порадуют спортсменки в возрасте от 3 до 10 лет. Судя по отборочному туру, количество желающих показаться на публике с каждым годом растет. Причем многие таланты из глубинки. На гимнастической карте появились новые точки – не свишслоним Смолевичи. Это показывает, что все наши труды по проведению Бэби Кап, они не зря, не смотрят по телевизору, им тоже хочется. И они открывают у себя в таких маленьких городах школы, отделения. И чем больше их будет, тем лучше будет развитие нашего видоспорта в стране. Первые шаги на малом гимнастическом ковре делали Мелетина Станюта, Марина Гончарова, Ксения Санкович. Теперь они известные всему миру спортсменки. Рядовые гимнастки также не выпали из поля зрения организаторов. Если кто-то из неуклюжих девчушек дорос до уровня чемпионата страны – честь и хвала тренером. Главным судьей соревнований на этот раз будет Любовь Черкашина. Бронзовый призер игр в Лондоне считает – нужно оценивать не декорации и костюмы, а гимнастические элементы. Я бы, наверное, внесла какую-то такую поправку, чтобы немаулятки научились садиться на шпагат. Следующий возраст уже умел стоя делать шпагат. Потом кто постарше – уже какие-то переворотики. А которые уже группа надея – ну, будьте добры, уже с каким-то необычным предметом покажите свою ловкость. Мне кажется, это бы было более объективно даже для зрителя.